Профессиональное настроение создаем себе, нет? Что-таки через палатку? Конечно, через палатку. Или по-другому. Давность современная, да, слушай, Костик? Леночка-клебис, комбасочка. Утро у нас вывелось вот такое, вот волшебное с этими субботними, после пятницы. Ну что, предлагаем обозначиться, чем же мы будем сегодня гостей нашего именинника. Так, ну что, начнем у нас, наверное, с холодных закусок, да? Изначально, Андрюха, подходи ближе, будем показывать. Огурцы, помидоры соленые, маринованные. Капуста у нас, ой, капуста, как это называется? Морковка с кальмарами, маслины с оливками, томатами вяльными. На горячее шашлык, маринованный в базилике. Овощи, гриль, рыба, ребра, казан-кебаб сделаем с курочкой. Хлеба тут разные у нас есть, что у нас есть. Овощи, фрукты, зелень и замечательный мини-бар. Да, что касается мини-бара, да, нашего, здесь мы будем представлять внимание гостей. И они же дегустаторы у нас выставят, да? Почему? Помните, мы обещались вам, что мы найдем способ показать, какие же наши напитки на вкус, да? И получить обратную связь от потребителя этих напитков. Конечно. Соответственно, мы будем предлагать, внимание, домашние виски. У нас бочка трехлитровая, она уже стоит практически три месяца, она уже готова, да, для дегустации. Здесь же будет наш ликер мятный, здесь будет настойка домашняя бородинская, коньяк, который мы буквально недавно делали. И из последнего нашего ролика и алкогольного алфавита буквы М мы даем на пробу медовуху. Вещь потрясающая. Ну что, поехали. Да, приступим. И отдельное спасибо Светлане за наши замечательные полотенчики. Вы посмотрите, что у нас теперь есть. Начали. Что-то новенького. Сдавайся. Так, ну давай поговорим о том, на чем мы будем сегодня готовить. У нас будет блюдо в казане, такую решетку пришлось открыть и уйти. Сходить в сарай, сварить ее подставочку под казан, шампура и замечательная новая стальная решетка-гриль. Все, вперед. Немножечко четырнем забабахаем нашу доску в пищевую пленочку, потому что здесь проточной воды не особо много, ее в принципе здесь нет. Но как Костик работает, я прямой эфир в инстаграме веду. Красавчик. Красавчик. Так, хватит четырить, давай. Начали. Красота. Костику завидно, что я отдыхаю. Слушайте, детские перчаточки, я помню. Слушай, эти перчатки даже большего размера с пандемией вообще никаких нет. Поехал, да? Слушай, как у ребенка отняли эти перчатки. Так, вот смотрите, воды мало, поэтому перчатки, вернее, мы у воды, но без воды, да? Перчатки. Пищевая пленка на доске. Держи, друг мой. Так, у нас четыре хвоста, да, получается? Три. Три. Смай, надо соединить ее. Ааа, стоять! Зорька. Свежий ветер. Давай сначала. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Вот так. Я забуду, что там музыкальный фон будет. Что-то стою, напиваю. Так, ну что, бери рыбку. Ты же обрадалил, нет? Да, уже обработана. Рыбка почищенная, размороженная. Роли, как мы готовили, уже есть. Рыбку с секретным ингредиентом, помнишь? Для сочности что нужно? Маслица. Маслица вот так вот, берем его. Раскатываем. Выбив брюхо. Туда же укропчика. А вы помните, да, народ, что если постное масло положить на солнце, оно станет подсолнечным. Так, солюшку. Я, в принципе, когда готовим рыбу, да, можно солить не саму рыбу даже внутри, а солить. Солью присыпать в фольгу. Такая чудесная красота получается. Маслица, рыбка, перенушечка. Так, ну и... Да, здесь тоже. Посмотри. Угу. В таком виде мы ее обжарим. Гостей сегодня ждет гастрономический восторг. Приедут рабы своих желудков, и мы сделаем для них очень и очень красиво. Так, пошел-ка я посмотрю, что у нас в костром, и, наверное, будет обжечь решеточку. Я закончу с рыбкой. Селенушка. Решетка у нас новая, поэтому нужно ее сейчас будет обжечь и подготовить к первому парочку приему блюда. Все, пусть обгорает. Костям там вещает, как будто это самое. Камера его снимает. Так, замечатошно. Что, что, что? Примерно надо было брать с родителей-то. Так, следующий на очередь у нас ребрышки. Запеченные будут они в фольге с томатами и чесноком. Готовим помидорчики. Нарезаем. В произвольной форме кубиком, квадратиком, крестиком, как угодно. Они все равно спекутся, будут томатным соусом. И рубим чесночок. Отрезаем пару сегментов, троечку, от ребрышек. Так, решетка у нас обгорает. Дай-ка я тебе помогу. Так, соль. Так, мы ребрами упражняемся. Да, соль. Так же на фольгу. Перчик. Ну, два-три томатика кинули, четыре-пять. Пару чесночков, зубчиков. И то же самое сверху. Томатик. И чесночок. По фуншую завернули. И тоже в сторонку. Так, ну все. Мы работать, вы отдыхать. Ох ты ее. Они сейчас тормятся, кстати. Вот их с тобой не обзарим. Будет защититься, потому что Игорь кричал, что она официальная. Да? Мы выпьем пробочку. Чтобы из гостей Настафин Шапиров? Да, она была. Путерман. Мы вдруг осознали, что у нас сегодня количество гостей будет ровно 17. Нет, мы об этом узнали. Мы только осознали, да? 17 человек на сундук мертвеца. Все. Хо-хо-хо. Счастливчики. Как бы дождик бы еще не рубанул бы нам здесь. Ну, вроде не предвещает ничего. Хо-хо-хо. Ага. Угу. Кольчество изготовок растет, растет. Кстати, мы еще решили после того, как запечем эти ребрышки в фольге, их еще обжарить на нашей волшебной решетке. все подробности далее в нашем эфире у меня тут был юношеский максимализм о, давай мы все на камеру просто помыть и потом смотреть несложно сейчас мы вам все скажем, что мы о вас думаем снимаем рецепты, а нет, покупаем еду на доставку на доставку на этот самый магазин и готовую пульваре лопатка у меня, нормально все нутная, вкусная я тебе отвечаю, будет вкусно? не, я не спорю что-то все прожается, поджиточки поджаются так, с этим мы закончили с этим мы закончили с этим мы закончили так, макашлык с этого самого с экрана забираем не, зачем мы здесь все не составляем давайте проколом давай поехали курица с картофелем в казане ну, сделаем по красоте, подрежем сухожилия когда крючка булежается все опустится вниз и будет такая бомбическая красота да, у нас уже был ролик, когда мы делали голяшки в кляре таким же методом очищали все это дело если мы научимся ставить на ютубе ссылочки такие, знаешь, как пальцем показывают а вот в этом ролике будет показано то мы поставим обязательно да ладно, умеем Андрюшка шучит сделаем вам ссылочку, чтобы вы увидели как у нас эти голяшки еще и в кляре получались что там есть не знаю мы сериал, наверное, снимаем, да, сегодня как-то адская кухня можно хватит пиарить наших прямых конкурентов Андрюшка, ну ладно, какие там конкуренты они рядом не стояли еще немного еще чуть-чуть пока кость отрезает, готовим морковку как на плов крупно ты хоть рассказал бы про это блюдо, которое мы в казанице собираемся слушай, я не знаю даже как оно называется просто вот замещу просто да, как-то вот получилось так, что мы на овощная замещу собрали все, что было в холодильнике не, давай уж это самое я называю его казан-кебаб хотя это правильно, неправильно, не знаю но получается очень круто и вкусно какая там технология в томлении сначала фри, потом томление вот все обжариваем картошечку в фритюре морковочку курочку достаем складываем с перчиком, с помидорчиками дальше да тамливаем так, ну все подготовили отдельное спасибо Светлане за полотенце действительно чудовная тема колечки так, условия у нас на самом деле несколько походные да, то есть мы находимся в помещении, которое ну на улице мы на природе точкой общепита не назовешь да поэтому решили мы, что убранство стола мы будем делать опять-таки упрощенное да значит, что касается холодных закусок Андрюш, что поведай фром фром итальяну вяленые томаты масляные оливки фром раша, да огурцы помидоры быстрого маринада то есть мы порезали укроп, чеснок, соль в пакет встряхнули да, это все делали вчера в ночи чтоб сегодня в ночи в пятницу осень, суббота тяжело так соус на основе катыка здесь мята мята базилик чеснок соус потрясающий подходит к великолепным репешкам ммм ммм мятый прям, да кстати наш соус который мы буквально недавно делали на канале это крыжовник сука вот здесь сейчас народ у нас его попробует мы так соус поматный с приятными травами очень вкусный очень классный потрясающий мой любимый соус и грузинские сацебели все пошли дальше шарить готовить и ждать гостей да, ну и потихонечку мы эту поляну будем заполнять раз сотень нашими изысками погнали так ну что процесс идет начали начали мы обрабатывать овощи в наш стол в их стол в их стол в стол в стол в стол именинника все очень просто и красиво кость помидоры тоже мытые все мытые руки чистые просто выкладываем по красоте зеленушечку давай с другого боку ммм слышишь запах рыбы какой шел а? паперная так укропчика укропчика петрушечки оставь на казанке баб немножко базилик опа листочки нам нужны только самые красивые так лук так лук с резинкой для денег красота так и перчика подрежем сюда еще немножко давай где он у нас ну он там болтается по парочке да? слушай ну можно и по троечке да не ну если нам еще на казанке баб ну-ка давай-ка его пораздеваю а в лучших традициях пойду мешану давай плодоножечку моя убрали и начинаем раздевать слушай медик как же мне это нравится делать с этим перчиком играть с ним в раздевание вуаля то есть ты чувствуешь себя фактически мишленовским шеф-поваром? ха-ха-ха четверком так мы сразу же порционно по красоте мы бабахаем можно я займу часть вашей доски а то у меня другая под морковкой каков я примируюсь поеду каков резинка для денег а а а а а а каков да а 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 так ну что у нас рыба хватаем хватаем не все так там у нас уже были хорошие там да а вот так вот раз ха-ха да ладно быстро смотри да не считается упавшим так не упал даже но тут кость-кость плохая угу не пойдет а а а сейчас бабахнем слушай все резинки для денег у нас есть кольц есть такая тема десертная блин как они называются не помню короче делают из ну в старину на Руси а когда гуглил смотрят нет не морковь в сахаре брали свеклу брали морковку брали картошку и из них делали качество сластенки называют что такое вот в этом духе так мы подготовили морковку так обжарили морковь фри картофель фри готовим овощи раздевать перца старухи так крупно режем помидорки сладкая на последок той Давай в одну сторону помидорки. Так ты жопочки-то вырезаешь, нет? Вот так всегда с ними, с этими рыночниками, понимаете? Ну вот хоть один гнилой помидор, но подсунут, а? Ну что за люди? Ты к ним со всей душой говоришь, другу, день рождения делаешь, стол накрываешь. А они бац тебе, гнилой помидор. Вот видишь, не узнают тебя еще на улицах люди, видеоблогер ты наш. Поэтому и подсовывайте гнилушечки. Поэтому лайк, подписка и колокольчик. Спасите нас от гнили. Спортая брюк. Ну что? Слушай, а я так понимаю, что у нас этот самый первый ролик, да, где мы с тобой в кадре вдвоем. Ну не считая там визиток, приветствий. Слушай, получается, да. Слушай, а знаешь, что есть? Есть такое предложение, что ты же хочешь привести дегустацию мини-бара гостиной. Может не будем ждать? Дегустируй, дегустируй, дегустируй. Они нам не поверят, скажут, что мы заинтересованные лица. Тогда ладно. Так, осталась у нас зеленуха, чесночок. Давайте скажем, зачем мы это делали? А? По красоте? Да взгляд не оторвать. Очередное, Сатлане, спасибо за идею с полотенцами. Так, пока Костя коверит чеснок. Блин, у меня микрофон же выключен. Не, включен. Мы еще раз напомним, у нас здесь вышел ролик, в котором у нас разыгрывался денежный приз. И наша подписчика Светлана, подписчица Светлана, отказалась от этого денежного приза, победительница конкурса. В пользу полотенцам. В пользу данных полотенчиков. Так. Очень приятно иметь таких подписчиков. Безкорыстных, а? Зелень берем без черенков. Радеющих за развитие канала. Без черенков. Хареньки мязные. Режу довольно крупно. Чесночок же мы тоже делаем. Разрезы на 4 части. Чтобы он максимально свои вкусовые вот эти вот моменты отдал. Нам сегодня не целоваться. Хотя нет, именинника целовать придется. Придется. Как же здесь хорошо, а? Ну что, давай уж, я так думаю, надо будет нам казанчик отсобирать, да? Что что? Пойду ребрышки переверну. Так, ну что, давайте собирать казан наш. Нам поможет нам в этом наша доска. Хендмейдная. Ролик вот тут. Ролик вот тут. Так, значит, собираем мы этот казан. Просаливаем соль, 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 соль. Соль я сейчас принесу. Первый слой у нас пойдет. Ой. Наша окорочка. Не наша, а куриная. Окорочка. Я бы советовал заглянуть внутрь. Костями, костями к центру. Морковку. Можно принести? Можно. Соль. Соль. Морковь. Чесночка немножко. Андрюх, пора тебе уже свои эти самые авторские жесты. Да? Гламурные. Слушай, ну. Разрабатывать и продвигать. Ничего нового мы не придумаем. А точно так же картошечку бросить сейчас. Давай помидоры пока кладешь. И подсаливай каждый слой. Я подсолить я подсолю, но мне кажется, нужно все-таки делать все это слоями. Сейчас чуть-чуть стремиться, потом перемешаем. Так, у нас плоская крышка, да? Да. Ну, она сядет сейчас. Нет, понятно. Все эти вот овощи, они сейчас дадут соки и аккуратненько. Воды. Так, ну воды, 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 воды я все равно добавлю. Для бульона. Наверное, с пол-литра грамм 700 я наливаю. Так, и заканчиваем все это нашим перчиком. Опаньки. Тоже мы всю эту конструкцию подсаливаем. Зеленушку будем потом в конце дать, да? Да, в самом-самом конце. Угонь, дай капец и вану. Закрывай. Полный, полный, коробушка. Вот у тебя вот ручки, их не было. Это от ведра, а это мы сами срыли, придумали, чтобы оно было брутальным. Ты посильнее неси. Ну и теперь, где-то 2 часа, пока до готовности, как раз-таки приезду наших гостей, это блюдо будет уже готово в подаче к стол. А мы дегустируем рёбрышки. Давай, дегустировать мылю. Рёбушки протомились, надо, откроем. Посмотрим, что получилось. Первая часть. Вот такие вот они замечательные. Ой, горячие. Соки все утекают. Чесночком, чесночком, чесночком. Так, и потом мы вот эти вот рёбрышки, которые у нас сейчас протомились, да, мы их запускаем на решёточку для обжарки. Кто-то работает, тут болтает, стоит. Понятно. Самую важную работу выполняет. Конечно, да. Умом и сообразительность. Там мусорка. Мышка. Собачка. То есть помидорчики, чесночок у нас уже своё дело сделали. Понятно, что мы обжигать не будем на решётке. Ну, что, классный рецепт, да? Да. Ну, сейчас нам ещё гости об этом скажут на камеру. Угу. Сырок есть. Что, прикольный, так, да? Что, да не, я переживал, мало еды, нормальная еды. Да? Всем хватит. Ну, главное, чтобы светлое мясо будет. Рыбка. Так, у нас технический ход. Ложка, 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 ложка. А где моя большая ложка? Ну-ка, давай-ка. Ну, перцы, он уже томятся, готовы фактически. У нас уже бульон. Картофан. Давай, покажем, что у нас здесь с мясным соусом творится. Зелень, зелень, носи зелень. Вы позвали, как сеятель. Сеятель. Ну, не, говорю, этот самый, не турецкий. Ладно, ладно. Лучше и вас тут. Такс, 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 такс. И еще у нас здесь кусочки чесночка есть. Свежего. А соль попробовал? Нормально будем подсаливать? Не, не, соль нормально. Точно? Зеленуху. Немножечко смешаем. Все, накрываем крышкой, настаивается, ждет. И это уже у нас идет в стол. Наша замещу, замещуха. Все, пока. Вот, смотрите, американский барбекю у нас прошел. Руст. Ля-ля-ля. Пошли мы за кислинкой. От пламени, от живого. Сейчас даем корочку на огне. Если мы им пошли делать, пока остынет. Все, это бомба. Вот это можно снимать, можно снимать. Кроссовочки не залеп. Кроссовочки не залеп. Баклажанчики в одну, с одну кабачкой в другую. Дальше кефт-вечки. Дальше кефт-вечки. Альбинтер. Дальше кефт-вечки. Альбинтер. Дальше кефт-вечки. Дальше кефт-вечки. Дальше кефт-вечки. Дальше кефт-вечки. Дальше кефт-вечки. Кто лучше всех? Кефт-вечки. Альбинтер. Кефт-вечки. 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 дорогой дорогой как хорошо что пришел спасибо спасибо хоть посмотри не ожидал понятки не ожидал очень гаджи смотри мы пошли по пути того что должно быть сытно пьяно и просто поэтому мясо овощи салатики с учетом того что мы все-таки не в ресторации на природе приглашай гостей а мы своего позволения парточки слушает наше будущее ролики я чувствую в этом месяце смотришь пи 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 на к а что шампур шампур на себя подлежьте лёжка лёжка с ружьем не шмарики сам клёвый конечно на лёгких уже не хватает вот эти значит нехорошо получается шулю цинизм побольше давай бесстрашно кстати один единственный остался выводка походу шулю пока ребята отлучились ненадолго хотел бы сказать что стол получился просто шедевраль спасибо вам ребят большое вот лица красненького а 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 и и и ну что ж друзья наш многотрудный день который начался сегодня немножечко чуть пирать 6 после пятничного вечера он все таки уже подходит концу и мы считаем что наш подарок который мы смогли спортировать который мы смогли сорганизовать нашему школьному другу он состоялся как это все было вы только что все увидели ну без ложной скорости отработали мы шикарно ну молодцы великолепную поляну вкусную сочную смачную люди остались довольны поэтому вас буду ждать снова я думаю что не только наши друзья но и те кто смотрит наш канал поэтому ребят большое спасибо готовьте с нами готовьте лучше нас пока